Rolling Stones сеяли семена рок-н-ролла с 1962 года и занимаются этим до сих пор. Но как группе удается быть такой дикой и непредсказуемой, даже пройдя через ряд катастроф и при этом оставаться в топе рок-н-ролла? Вот основные вехи её истории. Успешное партнерство по написанию песен, безусловно, является одним из способов сформировать длительные и нестабильные отношения. Эта участь постигла Мика Джаггера и Кита Ричардса. Как однажды выразились Irish Independent об их отношениях, это гражданская война между двумя крупными эго-маньяками. Фактически, их изменчивая химия привела к тому, что Rolling Stones расходились несколько раз за свою долгую и легендарную карьеру. Ричардс считает, что это во многом потому, что две звезды не уверены друг в друге, несмотря на то, что знают друг другу очень давно и хорошо. Ричардс связывает большую часть проблем пары с тем, что Джаггер помешан на контроле, однако из себя вину не сбрасывает. Он даже признался, что иногда он просыпается ночью, чтобы набросать заметки, когда придумывает особенно удачные фразы, которые он позже сможет использовать против Джаггера. Иногда вражда между Джаггером и Ричардсом выходила за рамки профессиональных и творческих разногласий. Один из таких случаев произошел в 60-х годах, когда Ричардс был убежден, что у его девушки Аниты Паленберг был роман с Джаггером во время съемок фильма. Горечь от этого инцидента в конечном итоге спровоцировала гитариста на запись классики Rolling Stones, Gimme Shelter. Проблемы группы начались с печально известных проблем с наркотиками Мика Джаггера и Кита Ричардса в 1967 году, и продолжались несколько месяцев спустя, когда Брайан Джонсон был арестован за хранение марихуаны, и, опять же, за то, что давал другим курить в своем доме. К счастью, он отделался предупреждением, хотя повторил свою ошибку в 1968 году. На этот раз ему уже грозила тюрьма, однако его адвокаты смогли заявить о проблемах с психическим здоровьем, и Джонсу снова сделали предупреждение, однако впоследствии ситуация помешала ему получить визу в США. В 1968 году появилось еще одно обвинение в марихуане, на этот раз против Джаггера и Марианы Fateful, а 70-е годы принесли еще больше проблем. В 1972 году жена барабанщика Чарли Уотца Ширли была арестована за то, что устроила скандал в аэропорту. Позже, в том же году, Джаггер и Ричардс были снова арестованы, на этот раз за драку с фотографом. В 1973 году Ричардс опять попался на наркоте. В 1975 году Ричардс и Ронни Вуд были задержаны за безрассудное вождение под травой и за хранение охотничьего ножа, а в 1977 году Ричардса снова арестовали за наркотики. После этого группа, судя по всему, несколько изменила свой курс, хотя в 1990 году Вуд был предупрежден за нападение на свою девушку. Тем не менее, в их контексте тоже работает пословица, что яблоко от яблони недалеко падает, и в 2011 году дочь Ричардса Теодора была арестована за граффити и преступления, связанные с наркотиками. Возможно, самой большой трагедией Rolling Stones в контексте участника группы было падение Брайана Джонсона. Он был уволен из группы 8 июня 1969 года, но остальные члены группы позволили ему объявить о своем уходе, как он посчитал нужным. В его заявлении значилось, «Я больше не вижусь с другими с глазу на глаз по записи дисков» Но в заявлении все равно звучало обвинение бывших товарищей по группе Мика Джаггера и Кита Ричардса. В нем говорилось, «Я хочу играть мою музыку, которая больше не является музыкой Stones» Музыка, которую писали Мик и Кит, проходила по касательной относительно меняемой его личного вкуса» В некотором смысле в его словах была логика. Как позже заметил басист Билл Уайман, Джонс был де-факто лидером группы на ранних этапах их карьеры до того, как талант и песни Джаггера и Ричардса не сдвинули его с этого места. К сожалению, мир так и не увидел, что на самом деле мог предложить миру Джонс. Он уже шел по нисходящей спирали, и через три недели после его выхода из группы Джонс был трагически найден мертвым, плавающим лицом вниз в своем бассейне в возрасте 27 лет. По словам Телеграф, катастрофический бесплатный концерт Rolling Stones в Эльтамонте 6 декабря 1969 года был днём, когда умерла музыка. Событие должно было стать счастливым, хиповым, похожим на Woodstock, но место проведения было изменено всего за 20 часов до концерта на Альтамонский гоночный парк, который был тоскливым, серым, безлесным местом, оснащенным смехотворно слабой звуковой аппаратурой. В результате некоторые из зрителей были в бешенстве, а байкеры-ангелы ада отвечали за охрану мероприятия, так что они с удовольствием ответили такой же враждебностью. Не помогло и то, что промоутеры забыли проинформировать окружающих землевладельцев об этом событии, которые тоже стали довольно враждебными, когда обнаружили толпу хиппи и музыкантов, которые слонялись поблизости и использовали их поля в качестве бесплатных туалетов. Результатом стала ужасная катастрофа. С каждым часом ситуация становилась всё хуже и хуже, и к тому времени, когда Rolling Stones вышли на сцену, уже началась кровавая баня. – Кто борется и что? Почему мы боремся? В конце концов, всё обострилось до такой степени, что 18-летний зритель по имени Меритид Хантер был зарезан Ангелами Ада во время концерта Стоунс, потому что размахивал оружием и дал охранникам повод сорваться. В общей сложности четыре человека погибли в ту ночь в Альтамонте. В 1971 году Rolling Stones выпустили, пожалуй, свою самую противоречивую песню за всю их карьеру. Песня, о которой идет речь, была, конечно же, Brown Sugar – сингл Мика Джаггера, записанный для альбома Sticky Fingers. Лирически это грубая, противная песня о рабстве, сексуальном насилии и других подобных неприятных вещах, хотя это не помешало песне стать хитом номер один в то время. Неясно, был ли Жена ненавистнический и российский текст вдохновлен реальным человеком. Некоторые говорят, что речь идет о Марше Хант, матери первого ребенка певца. Другие утверждают, что речь шла о бэк-вокалистке Stones Клауди и Леннер. Третьи до сих пор считают, что за основу была взята вообще не женщина, и что это была ода героину. Несмотря на это, Brown Sugar остается спорной песней, и она приобрела еще больше печальной известности после того, как впервые вживую была исполнена на катастрофическом бесплатном концерте в Альтамонте. На самом деле, Джаггер даже признался в последующие годы, что зашел слишком далеко с этой песней. Большинство людей сходятся во мнении, что Exile on Main Street – один из лучших альбомов когда-либо выпущенных Rolling Stones, но процесс его записи был далек от безмятежности. Кит Ричардс арендовал роскошную собственность под названием Вилла Неллкот на французской ривьере в 1971 году, после того, как с первоначальным местоположением было покончено. У здания была довольно странная атмосфера, поскольку нацисты использовали его в качестве своей стаб-квартиры во время оккупации Франции, и группа даже находила рисунки свастики в подвале. Тем не менее, Rolling Stones решили сделать это место своим домом и начали устраивать максимальный хаос, на который группа была способна в начале 70-х годов. Вскоре Вилла Неллкот стала проходным двором для постояльцев и тусовщиков, не говоря уже о знаменитостях, и, конечно же, наркоторговцах. Место было оцеревшим, жарким и жутким, и напрягающая атмосфера отразилась на звучании альбома. Тем не менее, группа в конечном итоге вышла из этой ситуации победителем. Странная и лихорадочная обстановка Виллы Неллкот явно отразилась на их творческом результате, и этот альбом остается одной из самых любимых фанатами их работ. Справедливо сказать, что Rolling Stones – довольно приличные музыканты. В конце концов, требуется немало таланта, чтобы так долго преуспевать и продолжать продавать полные стадионы шестой десяток лет карьеры. Однако нельзя сказать, насколько они были бы лучше, если бы не потеряли своего лучшего музыканта на ранних этапах. Гитарист Мик Тейлор был секретным оружием Rolling Stones во время золотого начала 70-х годов, пока он неожиданно не вышел из группы в декабре 1974 года. Фанаты до сих пор считают его уход очень печальным событием, ровно как и группа, хотя и неохотно это признает. Барабанщик Чарли Уоттс даже назвал период с Тейлором творческим пиком группы. В 90-х Мик Джаггер даже почти признался публично, что эпоха Exile on Main Street – лучшая из всех периодов существования группы. Даже сварливый гитарный маэстро Кит Ричардс заявил, что уход Тейлора оставил группу в беде. Точная причина ухода Тейлора всегда была несколько загадочна, во многом благодаря противоречивым версиям истории, рассказанным самим Тейлором. Некоторые говорят, что это было связано с написанием песен, межличностными отношениями, браком и проблемами с наркотиками, или просто с кукой. Возможно также, что Тейлор просто счел жизнь рок-звезды чем-то запредельным, поскольку был довольно застенчивым и замкнутым человеком, который не особо хорошо себя чувствовал при возмутительных выходках главных противоборствующих талантов группы. 80-е годы были бурным временем для Rolling Stones, до такой степени, что их сложно было в этот период назвать группой. Между 1982 и 1989 годами будущее группы было под вопросом по целому ряду причин. Барабанщик Чарли Уоттс, неутомимый двигатель группы, боролся со своей зависимостью от героина. Мик Джаггер, с другой стороны, с каждым годом находил очарование сольной карьеры более привлекательным, а к 1987 году он гастролировал соло в поддержку своего альбома. Он даже зашел настолько далеко, что сказал, что Rolling Stones для него просто больше не имели значения, объяснив, «Никого не должно волновать, что развалились Rolling Stones, не так ли? Я имею в виду, когда Битлз распались, мне было вообще насрать» Тем временем гитарист Кит Ричардс провел большую часть своего времени впустую, потому что группа не работала вместе. Несмотря на то, что они стабильно выпускали новые записи на протяжении всех 80-х годов, их ситуация не была стабильной вплоть до альбома Steel Wheels 89-го года и сопровождающего его тура. В декабре 1992 года в Rolling Stones произошла ещё одна кадровая перемена. Это был год, когда из группы ушёл дафний басист Билл Уайман, хотя о его уходе не сообщалось до января 1993 года. Ходят слухи, что Уайман за некоторое время до ухода был недоволен своим выступлением в Rolling Stones, хотя некоторые участники группы, в частности Кит Ричардс, отмечали, что он всё равно был близок к увольнению. Ричардс даже зашёл настолько далеко, что сказал, что он, Мик Джаггер и барабанщик Чарли Уоттс были истинным ядром группы, утверждая, что любой человек за пределами этого трио был расходным материалом. Сам Уайман сказал, что группа не хотела, чтобы он уходил. И пускай он не особо купался в деньгах после ухода, он продолжал наслаждаться жизнью, будучи блюзовым музыкантом, фотографом, писателем и даже археологом. Известно, что он иногда воссоединялся с группой и говорил, что до сих пор считает Rolling Stones своего рода семьёй. Уаймана, в конце концов, заменил Дэрил Джонс, который обладал множеством талантов – от Майлза Дэвиса до Стинга и Мадонны. Тем не менее, он никогда не был официальным членом группы. Ронни Бут в основном довольствовался игрой на своём инструменте и прожил довольно счастливую жизнь, и, как положено в Rolling Stones, сказал, что для хорошей жизни, как известно, нужен напиток, а лучше два. На самом деле, он вполне способен был бросить вызов таким людям, как Мик Джаггер и Кит Ричардс, когда дело доходило до вечеринок. – Кита и я сказали, что мы были в их 70-х, и в больнице мы снова берем это. В 2008 году Вуд доказал это, проводя время в потворстве своим желаниям, и 61-летний гитарист исчез в Ирландии, постоянно выпивая по две бутылки водки в день в сопровождении 18-летней официантки. И пускай это может показаться нормальным для Rolling Stones, следует сказать, что Вуд ушёл от своей жены и семьи ради такого. Более того, это было такое падение, на которое остальные члены группы отреагировали шоком и беспокойством, а не похлопыванием по спине. Тем не менее, Вуд, в конце концов, взял себя в руки и теперь, судя по всему, наслаждается трезвой жизнью. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!